Думаешь ли уезжать из России на длительное время? Весь мой круг общения поехал именно туда. Раз, два, три. Я возвращаюсь в 2017 год. А сейчас рубрика «Эрик обещает». Привет, молодые люди. Меня зовут Эрик Шоков и сегодня я нахожусь в Санкт-Петербурге. Да, но это временно. Я переезжаю еще раз снова. Все это будет сейчас озвучено в ролике. Спасибо всем, кто меня смотрит. Спасибо всем, кто остался на YouTube. Я не знаю, что творится с YouTube. Возможно, этот ролик вы уже смотрите с VPN, а может быть и нет. Я ничего не знаю. Но, пожалуйста, если что, мой Telegram есть в описании. Сейчас там я разыгрываю для вашей мотивации подписаться на него какой-либо приз. Я не буду говорить какой, поэтому заходите и смотрите, подписывайтесь. Это очень важно, правда. Поддерживать связь нужно хоть где-то. Если говорить про сегодняшний ролик, то я отвечу на вопросы, ну и покажу то, что я прикупил себе. Я ее купил до 23 февраля, до начала всей ситуации, но, к сожалению, показывать ее не мог, потому что просто не хватало как-то морали, чтобы это делать. Поэтому сейчас я решил показать, потому что уезжаю из России. Если что, это, понятное дело, автомобиль, который без бензина. Я уже рассказывал про эту машину месяцев 6 назад или 5, когда я еще был в Украине. Вот момент. Почему постоянно BMW? Почему постоянно? Следующая будет Tesla. Да, я говорил, что следующая машина моя будет Tesla. Это моя седьмая вроде машина, и все 6 до нее были BMW. Впервые Tesla. Model Y Long Range. Раньше, если бы мне сказали эти слова, я бы ничего не понял. Но сейчас я просто изучил ее полностью, потому что она, по сути, как iPhone. Изучать много чего не нужно. Если сейчас зайти в настройки ДВС, их параметры, все эти документации, вы просто охуеете от количества цифр, страничек, всей информации. Эти машины построены намного проще. Тут есть планшет, iPad и просто два моторчика, которые есть сзади и спереди. Все остальное место – это сидение и багажник. То есть это абсолютно легкая машина для понимания человека. Она даже обновляется, как iPhone. Бег. Машина получается синего цвета, цвета Сабершока, а все остальное белое – цвет нашего логотипа. Ну, вы, я думаю, понимаете, о чем я говорю. Что мне здесь нравится? По сути, все. Это шикарная машина для того, чтобы она бы просто стояла на замену спортивной машине. Одна машина должна быть высокая, вторая спортивная. То есть это прям идеал, к которому, наверное, нужно стремиться. Такие дела. Ну, а сейчас я вам расскажу, куда я переезжаю. Думаешь ли уезжать из России на длительное время? На самом деле сейчас ситуация не самая лучшая. Я уже взял билеты в... США. Канада. Африка. Счастливого путешествия в Казахстан. Если в 19-м году я был в Астане, то на этот раз выбрал именно Алматы. Почему именно так? Потому что это связано еще с одним делом, о котором я пока не буду говорить, чтобы не сглазить. Обычно мои идеи, которые я озвучиваю, они не сбываются. Понятное дело, я не верю в сглаз, но так и работает почему-то. Там есть интересные киберклубы. Я думаю, засниму какие-то ролики. Насчет сходки не обещаю, потому что у нас ограничено время. Я там буду всего лишь неделю. Ну, а после Алматы я полечу в Грузию. Я буду там сидеть очень долгое время, скорее всего. Потому что вся моя тусовка, весь мой круг общения поехал именно туда. Я не знаю почему. Если мне бы сказали в 17-м году то, что ты можешь не ехать в Россию, потому что все приедут в Грузию, я бы не поверил. Но так и получилось. Сейчас очень большая тусовка в Грузии. Каждый второй блогер поехал туда. Мне каждый день пишут блогеры. Эрик, помоги мне с вопросом, как туда переехать. И так далее. Я, конечно, всем помогаю, как могу. Но и тем более в Грузии меня ждет М4. Я ее хотел сначала на самом деле привезти в Россию. Если будет возможность, то, понятное дело, я этим займусь, как только дорога будет доступна. Так что фиксируем. Я буду находиться в Грузии в ближайшее время. Такие дела. Я смотрю на солнце. А также на телефон, на котором я вижу вопрос. Как ты выходишь вовремя из игр, чтобы не было прокрастинации? Я на самом деле вообще не играю в игры, кроме КС. Но есть один моментик в КС, который я использую. Мы когда запускаемся играть в Фейс, это может быть часов 8 подряд на запись. Мы говорим так. До первого проигрыша. Вот. Эта тактика очень хорошо работает. Но ты не будешь никогда в жизни выигрывать постоянно каток 6 подряд. Понятное дело, если первая же игра это проигрыш, это считается. Но вот после первой есть еще один проигрыш. Но ты уже в голове считаешь себя неудачником и лучше переждать. Лучше в этот момент не играть. Это сложно, но на дистанции это очень сильно работает. Поэтому если ты будешь киберспортсменом, если ты проиграл две игры, встань, бивай, иди, отдыхай. Пусть ребята играют 4 в 5. Но в случае любителей это работает. Ну, лично для меня. До первого проигрыша. Зато больше мотивации выигрывать, чтобы играть больше. А если что, может быть кто-то не понял, я сам не понимаю. Мы снимали видео, подъехал Илья на Макларене. И сейчас будет тест-драйв. Он меня обучит, как водить. И в Доминик сядет на пассажирку. Смотри, передача вот. Ну, типа D, N, нажатием. Смотри, она всегда встает на ручник. Тормоз зажимай сильно, ну, прям прижми. И вот слева у тебя ручник. Нажми на него. Вот этот. Вот так, смотри. Нажал, все, он снялся. Да. Чтобы остановиться, заглушить, ну, типа, паркинг, ты нейтралку и глушишь. Она встает на ручник. Хорошо. Все, ну, ты будешь ездить чуть-чуть, типа, зад, перед, руль тут. Да, все как обычно. Хорошо. Я готов. Спасибо. Доминик, пасс-гол. Сложный трюс. Так, погнали. Первые метры. Я пока чувствую уверенность в этой машине. Наверное, процентов 10. Я ничего не понимаю. У меня такие же были эмоции, когда я Ламбу арендовал в Дубае. Но Ламба мне очень сильно понравилась. Я сейчас хочу сравнить ее с Маклареном. Но мы на земле сейчас. Это просто очень низко. Ну, они все смотрят. Все смотрят. Раз, два, три. Не очень классная история. История очень классная. Ладно, ну, я думаю, можно переходить к другой сцене. Поэтому, let's go. А сейчас будет реклама кс-фейла. Если что, очень классная фича появилась благодаря этому сайту. Как вы знаете, сейчас в Steam нельзя депозитить деньги. Но есть решение. Вы можете зайти на кс-фейл, закинуть туда 100 долларов, ну, или 5 долларов, без разницы. И эти деньги перенести в Steam. Как это сделать? Вы просто закидываете 5 долларов через любой платежный счет. Дальше у вас эти деньги на счету. Вы можете на них отыграть, выиграть больше и вывести в Steam. В Steam продать скин. И ваши деньги у вас на балансе. Да, это немного рискованная тема. Но, как факт, вы знаете, как можно обойти блокировку от Steam. Такие вот дела. Высылка на кс-фейл есть в описании. Мой промокод также. Он даст вам 35% к депозиту. Так что, обменник кс-фейл.нет. Здравствуйте. Короче, на самом деле, самая главная причина записи этого ролика, это то, что я возвращаюсь в 2017 год. Я зашел не просто так сейчас на канал. Тут есть огромное количество роликов, которые можно просто переснять. У вас сейчас на экране все эти ролики, о которых я говорю. Этот список вы видите. Поэтому я очень хочу сейчас настроиться под это. Я даже запишу ролик про конфиг, который вы все ждете. Я его обновил, и можно его будет нормально заснять. Согласитесь, идея классная. Тем более, я поменяю аватарку на Ш старую. Ну и шапку. В общем, вернемся. В 2017 год. В течение месяца будут уходить ролики старого формата. Но в новой подаче. Так что, ребят, поддержите лайком этот ролик. И если у вас есть идеи, как лучшие заснять, то напишите в комментариях. Буду читать и слушать. Что будет дальше с Абершоком? Нету ли страха в виде блокировки CSGO? На самом деле, это очень серьезный вопрос. Я бы промолчал бы. Я бы проигнорил бы этот момент. Если бы GTA 5 RP не получили бы такой подарок. Если что, около 30 минут GTA была недоступна для запуска игры. В Steam не было возможности запустить GTA. А это равняется отсутствию игроков у каких-то проектов по GTA RP. Это максимально душит. И, понятное дело, такое может быть и с CS. Если в случае Rockstar не убрали это ограничение, то я не знаю, что ждать от Valve. Вроде они пока никаких действий не делают. Поэтому будем ждать. Но это реально пугает. В какой-то момент в России эта игра может просто не запуститься. Мы бы нашли какие-то обхватные пути, скорее всего. Но все равно это, конечно, очень неприятно. В этом ролике я расскажу, зачем мы открыли офис. Да, вот так вот. Все очень пусто. Но это же кайф. Это, наверное, последний ролик в этом офисе. После того, что начался карантин, пандемия по всему миру, бизнес-сентр, где мы находились, сказал, будете в офисе, будете платить за то, что вы нарушаете закон. Для нас это было шоком. Но, оказывается, наш офис превратился в пять офисов. Здесь была дверь с надписью 411. А если сейчас это заряди, то тут... О, альфа, это ало. То есть тут реально начали снимать офисы. А здесь это все было огромное мансардо. Здесь был автомат игровой. У вас сейчас кадр будет. Здесь мое рабочее место. Я вот здесь снимал очень большое количество роликов. Вот здесь. Сейчас самое интересное. Все наши вещи, которые были в офисе, а не здесь. Их переместили, потому что там уже нет офиса. Так, давайте быстренькую инвентаризацию проведем прямо сейчас. Кресло Red Square. Кресло Cogar. Dixie Racer. Arozzi. Thundry Peak, да, это вроде бы, я уже не помню. Компьютер. Монитор какой-то есть. Огромный телевизор. Гитара. И, боже, это игровой автомат, который подарил мне Даша. Спасибо, Даша. Еще раз, это стоило очень дорого. Но, как и стоит, так и оно и весит очень много. Я не знаю, как мы это будем спускать. Но какой-то прикол в этом есть все-таки. Хоть мы в него не играли, но как декорация, это просто шикарно. Последняя доставка в этот офис была от Warpacha. Как я помню, он нам прислал одежду. И такой вот плакатик. Но сейчас мы будем все это разгружать и перевозить в другие локации, чтобы это все сохранить. Почему так мало актива в соцсетях? Это очень серьезная проблема. Я на фоне ситуации в Украине вообще не мог найти сил что-то делать. Но я могу вам сказать так. Я сейчас возвращаюсь. Если я записываю хоть один ролик, и оттуда уже второй получается все, я попадаю в ритм, и у меня все идет хорошо. Очень сложно во всем начинать. Мне это тем более. И я готов признать, что я сбавил обороты. Очень сильно. За последние полгода я очень мало чего сделал интересного. Мне это очень не нравится. Я чувствую себя говном, абсолютным овощем. Сейчас со всеми путями ищу тот вариант, как вернуться в тот ритм, который у меня был все эти годы. Чтобы привести пример, почему я сейчас не так активен, у меня был рекорд без роликов неделя. Вот сейчас, на данный момент, у меня было 18 дней без роликов. Или 17. Какая разница? Главное, что это просто огромный срок. Это просто ужасно. Очень сложно начинать. Возможно ли устроиться работать в Кибершок, чтобы прям получать зарплату? У нас большое количество модераторов, волонтеров. Большинство. Наверное, процентов 80-90, может быть, даже. Потому что у нас проект, где много людей, большой поток, большая текучка. И мы оставляем на зарплату только тех, кто работает больше трех месяцев. Точные цифры не знаю, но, понятное дело, у нас не каждый получает зарплату. Нужно отработать. И когда мы поверим, что тебе можно доверять, и ты останешься у нас надолго, ты получаешь зарплату. Но похвастаться тем, что мы платим много, я не могу. Честно. Все впереди. Проект все еще считается молодым. И с каждым днем у нас все лучше и лучше условия. Самая заветная мечта. Я не знаю, я, мне кажется, это везде говорю и буду говорить. Я хочу сделать очень сильно мировой продукт, которым будут пользоваться все люди на планете. Ну, именно в той сфере, где я это буду делать, понятное дело. Не настолько я наивен, чтобы делать проект на всех. Хочется приехать в Аргентину, потом в США и видеть то, что люди используют то, что создал ты. Это больше всего заряжает. Ты сам покупаешь комплектующие для ПК или это тебе дарят? Нет, я покупаю только мониторы. Потому что, дорогие Зови, Бенкио, вы почему не сотрудничаете? Сейчас у меня дома стоит компьютер с 350 Ti. И там стоимость компьютера составляет, наверное, около полумиллиона рублей. Только видеокарта стоит 90 тысяч. Ну, это из-за курса. Так что, следующая прокачка будет очень дорогой. Но у меня есть все, кроме монитора. Я вот не знаю, что с ним делать. Что мне делать с монитором? Зови, Бенкио, стоил 40. Сейчас он стоит 70. Ну, честно, реально не хочу тратить столько денег просто на монитор. Ну, а так, понятное дело, это все бесплатно. Потому что в этом-то и суть рубрики. То, что я прокачиваю ПК бесплатно и рекламирую бренды, которые в этом ролике. И еще. Как вы знаете, вот примерно такого качества у меня есть компьютеры дома. У меня было столько прокачек ПК, столько подарков от спонсоров. У меня просто копились девайсы, мониторы, компьютеры. Поэтому есть классная идея. А помните, в 2020 году я делал распродажу. Позвал всех подписчиков, которые живут в Питере. И начал аукцион. Десять тысяч, три. Все. Давай. Так, кто продает права? Давай, поздравляю. Сейчас. Все? Да, все. Очень много товара, которые можно разыграть, распродать. И все деньги, которые мы соберем, отправить в благотворительные фонды. Как это было в 2020 году. Это одна из идей, которая планируется. И она 100% будет. Потому что это сделаете и хорошо. Ну, сами понимаете почему. И во-вторых, ну, зачем мне столько вещей. Ну, и в-третьих, будет сходка подписчиков такая своеобразная. А сейчас рубрика Эрик обещает. Но уже, блин, скажи еще 100%, что будет. Но так постоянно. В общем, помните, в профиле Сабершока была всегда кнопочка достижения под замком. Совсем скоро она раскроется. И вы сможете увидеть все свои достижения. Либо прокачивать их. У нас будет пройти определенное количество карт на серфе. Либо ты получаешь золотую медальку, либо серебряную и так далее. На каждый режим будет своя медалька. И это одно из обновлений. Второе обновление, которое у нас ожидается, это очень штука классная. Аренда серверов. Я не буду говорить, когда это будет. Я просто рассказываю вам про то, что вас ожидает, чтобы вы были бы в курсе. Очень частая была ситуация на проекте, когда сервер пустой. Туда заходят два друга. И к ним подключаются еще другие какие-то незнакомцы. Начинается ситуация о том, что, блин, чел, можешь выйти мы тут с другом играем. Чтобы этого бы не было, мы создаем закрытые сервера. Человек может заплатить нам какую-то сумму для аренды сервера. Определенного режима. И может играть со своим другом где угодно. Если у тебя команда, можно собраться и сыграть ретейк. Где будет только вы. Пять человек. Возможно, вы хотите сыграть в Prop Hunt, как в Na'Vi играли. Многие после этого ролика захотели сыграть, но без посторонних людей. Сейчас это будет возможно. В общем, это очень классная фича, которая нужна проекту. Это must have. Сейчас у нас акцент построен на этой фиче. Поэтому мы над ней сейчас работаем. Вот, это две обновы, которые я обещал. Из рубрики «Эрик обещает». Что я еще обещал? Киберклуб я обещал открыть, да? Что еще? Состав свою организацию. Интервью Семеченко. Ролик про InputLag. Ребят, я очень много чего обещаю. Я с этим борюсь. Я надеюсь, что актуальность рубрики «Эрик обещает» закончится. И мы будем делать все гораздо быстрее. Но это не так легко, как казалось бы мне ранее. С тобой был я, Эрик Шоков. Пожалуйста, не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если ты тут впервые. Ну и не забывай, что сейчас все перешло в Телеграм. И прямо сейчас тебя там ждет розыгрыш, о котором я не упоминал. Что именно там разыгрывается, никто не знает. Жду твою подписку и тебя в Телеграме. Там будем общаться. Я там очень часто общаюсь с вами. Пока, ребят. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что доверяете. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok